Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня я решила сделать для вас новогодний рум-турчик. Скажу потом почему и немножко рассказать о своем хранении, косметике, парфюмерии, да, чуть-чуть бижутерии даже будет. В общем, все поподробнее расскажу. Оставайтесь со мной. Сегодня я в таком вот нарядном-нарядном костюмчике, ну как костюмчике, я взяла это в фикс-прессе, и мне очень понравилось. Я решила, что будет такой карнавальный у нас рум-тур. Из чего же я начала? Я начала с того... Во-первых, я не хотела вообще, честно говоря, наряжать квартиру. И у меня на это не было ни времени, ни фантазии. Сначала я хотела сделать елку сама своими руками, но, честно признаюсь, я снимала ее даже 2 часа, и в итоге, знаете, как это человек... Ну не получилось, ну моя фантазия не сработала, я не знаю, какие-то основы удержания, каракаса, елки, в общем, ничего не получилось. Но не суть. Я, в общем, бросила всю эту затею, решила достать из дома все, что у меня есть, старое, и решила все это применить. Ну, у меня не только старое, конечно, есть что-то новенькое, вы это увидите и вспомните, что-то из фикс-пресса есть. Мы просто с мамой решили немного украсить, сделали немножечко где-то... У меня много фонариков разных, там фонарики, сям фонарики. Ну, в общем, покажу, что получилось. Сильно в этом году я не заморачивалась, но вроде новогоднее настроение получилось. И, конечно же, рум-турчик — это повод всегда прибраться во всех своих вещах, все сложить, структурировать и вам показать. Ну, давайте приступим. Итак, первое, что я решила, это вот эта звездочка из фикс-пресса и вот так вот развесить мишуру. Я покупала парочку вот таких штук. Это у нас из фикс-пресса. Очень красиво смотрится. Наверху тоненький гвоздик, так как у меня съемная квартира, я не могу здесь много что вешать. Тоненький гвоздик и здесь вот на маленький скотч прилепили, чтобы не слетало все это дело. Идем дальше. Дальше привела в порядок угол. Это у меня детские игрушки здесь. Здесь аппаратура, через которую я пою микрофон, свет. Был еще второй свет, я его отдала маме. Большое зеркало стоит. И я решила, смотрите, как у меня. У меня вот такая штука идет, где занавеска должна быть. И я решила внутрь пустить эти огоньки. Получается, как подсветка такая, видите? Очень прикольно. Мне понравилась идея. Здесь точно так же на тоненький гвоздик я прилепила, повесила. Очень удобно, когда тройник такой, когда вешаешь. И просто вот выключить-включить. Выключила-включила. Так вот оно мигает у меня здесь. Так, на балконе у меня там завал. Там я собираюсь шить. У меня там некоторая перестановка, поэтому на балкон я вас заводить не буду. Прилепила вот эти вот снежинки на окно. Больше не нашла, потому что все по коробкам. Я не все еще разобрала. Здесь у меня Денькин угол. О, штатив. Это я буду снимать еще видео. Денькин уголок. Здесь он рисует у меня мелками. Тут он рисует наклейки всякие, клеит. Вот здесь не только рисовать можно, но и клеить. Вот. И мы пока что магнитиками клеим. Не даю ему сильно рисовать, чтобы он мне не нарисовал параллельно на окно, на обои, на что-нибудь. Вот. Здесь его столик. Он кушает возле батареи. Тепло. Тут вот с игрушками. Такую штуку Вашани брала большую. Все игрушки его там сложены. Также столик есть. Там горшочек у нас. Тут и в книжке всегда лежат внизу. Ну, а здесь у нас как бы я много не наставляю на стол. Почему? Потому что я его периодически двигаю. Сейчас здесь находятся игрушки, но я думаю, что сюда мы поставим елочку. Покажу потом, какая елочка. Мы ее вместе будем наряжать. Диван. Кстати, никому не нравится этот плед, который я повесила. Вообще у меня диван там вот такой коричневый, кожаный. Но мне его как бы в съемной квартире хочется и защитить немного, да и вообще как бы обстановочку поменять. Я сделала бордовый. Но не любимому ему не нравится. Кристине тоже не нравятся бордовые. Может быть, сейчас я поменяю на что-то другое. Вот эти вот подушки, пайетками, не подушки, а наволочки, я покупала в экспрессе. Вот эту коричневую решила тоже себе оставить, никому не дарить. И вот это, мне кажется, вот это я на алиэкспресс покупала давно уже. Мне кажется, они создают тоже новогоднее настроение. Поэтому, если вы где-то встретите, такие наволочки как раз к новому году очень актуальны. Здесь на стене мы решили повесить, наконец-таки повесили часы, потому что они все время у меня где-то стояли, где-то там с косметикой вместе. Вот. Мы повесили тоже на тоненький гвоздик. Причем вешали и, ну, как бы вбивали, вот видите, в темненькие такие пятнышки на рисунке. И гвоздики настолько тоненькие, что когда их снимешь и уберешь, то есть на стене ничего не будет, никаких дырок. Мы решили развесить нашу гирлянду вот так вот. Ох, как красиво, когда размазано. И вот такие синие снежинки, они здесь на контрасте очень классно смотрятся. То есть в целом очень тоже так праздничные, новогодние. Дальше мы идем за мой стол. Вот так мой стол. Здесь у меня куча косметики разной. И здесь тоже. В общем, сейчас по порядку пойдем. Мой стол. Это где я вам все монтирую, все делаю. Значит, первое. Мне очень нравятся вот эти вот штуки. Вот эти пластмассовые. В них очень много всего хранится. То есть они у меня здесь, они у меня раз, два, три здесь. Получается, сколько ярусов. Вообще, на самом деле, это просто стол из икеи. Вот это просто тумба из икеи. Она стояла у меня еще в старой квартире. Насколько вы помните, малость все время там. Около зеркала стояла. Просто здесь я решила ее поставить на стол. И у меня получилось, отделилось вот так вот местечко для компьютера для моего. Поставила эти три штуки, которые у меня были тоже в шкафах раньше с косметикой. И получилось, что-то интересное получилось, знаете. Много косметики, как будто что-то вот такое вот. Куча-куча всего, да. Ну и сбоку очень удобно. То есть вот обычные пластмассовые, недорогие, вот такие яруса, трех яруса. Они очень классные. Хранится у меня косметика, помады вот в таких акриловых штуках. Мне очень нравятся. Какие-то я покупала в фикс-прайсе. Какие-то... О, тут же у меня это гирлянда из фикс-прайса. Тоже, кстати, очень удобная. Ее можно в любой момент перенести куда угодно. В общем, вот такие акриловые штуки продаются в фикс-прайсе. Также на алиэкспресс я набрала. И у меня здесь помады, например. Там внутри тоже помады. Это тоже все помады. Здесь у меня кисти тонкие, здесь толстые. Дальше. Тут у меня консилеры. У меня вот просто, я не знаю, 20 штук консилеров. Вот здесь, наверное. Здесь помады матовые тоже вот одной фирмы какой-то. Здесь тоже помады матовые. И косметикс. Тут у меня находятся вот такие интересные. Это пилинг. Кислотный пилинг. Очень классный. Вообще, мне очень нравится. Корейская косметика. Просто берешь подушечку, протираешь. Даже не нужно смывать. И потом кожа гладкая. Короче, для ленивых, как я. Так, здесь у меня духистая Tom Ford, которую я вам показывала. И гирлян, которым я сейчас пользуюсь. Тут у меня палетки теней. Тут все туши тоже. Очень много туши всяких. Ну и, в общем, опять корзиночка со всяким хламом. Тут всего по чуть-чуть. Тут вот чем я пользуюсь постоянно. Тоник, спрей. Это все корейское у нас. Это для смывалки такого сильного макияжа, водостойкого, например. Патчи находятся. Тут у меня все уходовое. Всякие масла, крема. Все на свете. Куча вот пробничков. А у меня даже еще есть отдельное вот место здесь. Здесь пробнички одни. Все никогда идти до них не могу. Здесь у меня хайлайтеры в основном. Пудра. Вот. Здесь у меня еще кисти, которыми я не пользуюсь. Здесь гиалуронка, мицеллярка. Здесь разные пульты. Или пульта, или как там их назвать. Вот это то, что я купила новенькое в экспрессе. Видите, у меня здесь палочки лежат. Одни, вторые. В общем, нравится мне эта штучка. В общем, здесь у меня туалетная вода всякая, парфюм лежит. Но это в основном, что мне больше всего нравится. От остального я избавилась. Здесь у меня все для волос лежит. Здесь всякие тени. Но я не пользуюсь тенями отсюда. Здесь такие маленькие тенюшки всякие разные. Я ими не пользуюсь. Я пользуюсь просто палецками вот теми. В целом выглядит все вот так. Здесь у меня, кстати, разные всякие ободочки. И звезда с Алиэкспресс. И тоже решила вот такую вот мишуру повесить. И по новогоднему, смотрите, как очень даже клево. Кстати, еще у меня, видите, вот здесь вот тоненько-тоненько огонечки. Это тоже из фикс прайса. То, что шарик такой, знаете, делается. Мне очень нравится, что здесь проволока тоненькая, которую не видно. Видно только огонечки вот так вот со стороны. Здесь тоже у меня комод. Кстати, вот скоро посылки буду снимать. Это все ваши посылки. Полный чемодан. Ой, полный чемодан. Полная полка. И вон еще стоит даже один большой. Тут зеркало, возле которого я постоянно стою, постоянно что-то делаю. Карвалол. Это я свою простуду сейчас замазываю, пока он здесь стоит. Хранение бижутерии. Это то, что мне может понадобиться. Кстати, очень красивая такая девушка. Это мне дарила моя сестра. Здесь очень красиво хранится бижутерия. Бижутерия, и сразу красивая такая девушка, видите, становится. Так она еще не вся навешана. Если всю навешивать, то тут как маленькая елочка получается. Это тоже как идея елки. Ой, я не включила еще. Вот как красиво. Нет, лучше белый. Эту штучку тоже покупали в фикс прайсе. О! Красиво, как сразу все засияло, засверкало. Ну, в общем, тут ручки у меня, подсвечники. Ой, вот эти штучки тоже надо было включить. Не работают, что ли? Смотрите, как красиво смотрятся вот эти вот наши... Такие вот свечки, типа свечки. Очень классно, красиво. Тут еще одна у меня есть. Это из фикс прайса, кстати, девочка. Но она маленькая, поэтому ничего на ней не повесишь особо. Маленькие, может, какие-то. Кстати, я на платье тоже вешаю. Я вешаю не только на веточки, видите? Я еще вешаю на платье. То есть то, что у нас вот такой застежки идет, я просто на платье закрепляю. И все прекрасно сидит. В общем, вот это тоже свечки. Это такая звездочка из фикс прайса. Красиво, вы уже смотрели. Это куколка, которую мне делала одна из моих подписчиц. Присылала давно уже. У меня, кстати, еще одна подписчица, которая тоже, по-моему, куколку мне должна была сделать. С меня посмотрим. Будем распаковывать, посмотрим. Это глаз из Питера, кто помнит. Это моя радужка. Такая вот красивая. И тут у меня стоят блокноты и некоторые книги. Здесь воспитание детей по-буддийски. Это буддийская книга. Это осознанные сновидения. Это детские книжечки. И все остальное блокнотики. И наверху вот в таких вот корзиночках у меня тоже хранятся разные там вещи, которыми я не часто пользуюсь. Но очень красиво, мне кажется. Смотрится. Во всяком случае, аккуратненько. Ну и собираю я кепочки. Я не ношу кепки, но собираю. Дальше стоит моя ширма, с которой я все время снимаю. На ней, как вы помните, тоже там уже красота всякая. Здесь у меня вешалка. Это прихожая. Ванну я вам покажу отдельно. Вот. У меня стоят две вешалки. Одна в основном такая Денькина, другая моя. Шапки. Кстати, я шапки, смотрите, как храню. Шапка на шапку, на шапку. У меня, кстати, целая коллекция шапок уже даже больше, чем кепок. Опа! А вот она и я. Домашняя. Домашняя, на самом деле, штаны. Домашняя. Ля, у меня свинтилось это. Так вот я ярообъясняю все, что у меня. Свинтилось все. Здесь стоит моя обувь, рюкзак, Денькина креслица. Вот и все, в принципе, кухонный стол. На кухне я ничего не наряжала. Так все осталось. Посылка, это скоро будет видео от подписчиков. А вот наша елочка. Сейчас мы ее тоже нарядим и поставим. А, еще положила вот здесь вот прозрачный стол. Блин, так мне и не нравится. Все видно, что под ним стоит. А мне вот прям хранить там удобно внизу. В общем, положила это тоже в Фикс Прайсе. Давно покупала такие сердечки. Давайте распакуем нашу елку. Кстати, свою елочку я уже не помню, где покупала. Но помню, что я ее, по-моему, покрасила. Или я покупала белую елку. Я помню, что какую-то елку из Фикс Прайса или откуда-то я купила. И я ее покрасила. Но сейчас я смотрю, а у меня белая елка. Я просто сейчас достала и не ожидала, что она будет белая. Это не крашеная мной елка. Это белая елка. И это я ее не в Фикс Прайсе покупала. Ай, вспомнила! Это я ее в Хофф брала. Наконец-таки, да. Я же хотела белую елку себе давно. На самом деле я хочу белую большую елку. Они дороговатые. А в съемную квартиру, как бы, знаете, вот это вот поставил. Потом ты ее храни где-то. Уже в свою хочется сделать большую. Под свою квартиру, да. Может, я куплю квартиру и захочу еще больше елку себе. Сейчас не хочу. Съемную. Под съемную квартиру не хочу покупать. Смотрите, какая красивая елочка получилась. Я увидела тут свои бутики. Не обращайте внимания, это мама мне их постирала. И вот они досушиваются на батарее. Только увидела их. Так, красивая елочка. Теперь нам нужно ее украсить. Я люблю минимализм, особенно с белыми елками. Сейчас я ее украшу и покажу. Вот такая получилась у нас елочка. И здесь все очень символично. Она у меня такая красивая. Кстати, смотрите, сколько красивая штучка. Эту штучку я покупала в Ашане. Я увидела, она мне очень понравилась. Вся блестит, как будто соколочка на ней. Это вместо звездочки. Вот эти сердечки розовые. Это дарили мне мои подписчики в Питере. Мне очень понравились. Их две штучки. Они тоже переливаются и блестят. Два сердечка, из которых я потом хочу сделать вообще сережки. Они мне очень нравятся. Хоть они и большие. И вот такие еще в фикс прайсе я покупала игрушечки прозрачные. Я как раз таки для белой елочки брала. Эту тоже я брала в фикс прайсе. Очень красиво смотрится. Мишка очень хорошо здесь смотрится. Свечечки. Мне кажется, очень мило получилось. И как я люблю, прям минимум-минимум. И фонарики, снежинки тоже они не от розетки. Они идут у нас от батарейки. Именно за счет того, чтобы я могла эту елочку взять и просто переставить в любое удобное для меня место. Вот такая у нас елочка. Как же елочка без подарков. Вот и подарок. Все красиво. Субтитры подогнал «Симон» Просто сказочный домик какой-то у меня вот здесь. Прям очень классный. Ну вот и все, мои хорошие. Рум-тур закончен. Я надеюсь, что у вас тоже, может быть, пришли какие-то идеи. Пока вы увидите. Кстати, пока я не выключила свет, я не увидела полностью свой угол. Как он на камере кажется каким-то сказочным домиком. На мой взгляд. И получается совершенно без затрат. Просто за годы на собиравшихся украшений всяких я сделала вот такой новогодний антураж в доме. И обязательно елочка, потому что, ну как же подарки под елочку. Особенно у кого есть детки. Подарки под елочку нужны. Вообще я заметила, что очень часто бывает так, что я прям не хочу декабрь, уже середина декабря. Я не хочу ничего наряжать. Ну просто вот не кайф прям этим заниматься, да. А потом прям под Новый год самый у меня начинается. Надо елку поставить, еще что-то, еще что-то. И прям срочно-срочно. И вот получается, что сегодня середина декабря. И я только решила все это дело сделать. Ну хорошо. Все. Теперь все это оставим. Ждем, пока закончится Новый год. В общем, мне надо подготовить еще для вас специальные видео. Они специально должны быть перед Новым годом. И, кстати, еще хотела сказать, что будет видео. Надеюсь, если вдруг его не будет, вы мне его напоминаете. Но, в общем, когда мне было 19 или 18 лет, или 21, точно не помню. Я снималась в передаче «Поцелуй на вылет». И я была героиней. И эта передача как раз-таки была новогодняя с Тутой Ларсом. И я нашла это видео. И захотела его вам выложить как раз-таки, наверное, в Новый год. Чтобы вас развлечь. Как бы посмотрели, чтобы на меня, какая я была. Вот. Это вот я готовлю вам к Новому году. Ну и многие другие видео. В общем, надеюсь, мое видео было полезным. Как минимум, если вы не так же сделаете, или какие-то идеи не возьмете, ну, как минимум, скажете, ой, нет, вот у нас так не будет, мы сделаем намного лучше. Или вы так же достанете старые игрушки и просто вдохновитесь украсить свой дом и сделать для себя внутри дома вашего праздник. Вот. А может быть, вы скажете, ну, правильно, Селена, чего ты-то заморачиваешься? Новый год раз-раз и закончился. И вообще ничего не будете наряжать. Ну, лучше что-нибудь вот одно да сделайте. Гирляндочку хотя бы повесьте из фикс прайса. Они очень удобные и классные. Создают атмосферу. Я с вами прощаюсь. Я желаю вам хорошего Нового года. Но мы еще обязательно встретимся перед Новым годом. Желаю, чтобы все у вас сложилось. Чтобы вы заработали денег, отметили хорошо Новый год. в кругу тех людей, которых вы хотите. Чтобы он прошел именно так, как вы хотите. И чего это я сейчас говорю? Сейчас только середина декабря. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok